Привет, привет. Тебя опять эта Мася покусала. Ой, Мася, какая злодейка. Итак, давайте поговорим о том, что произошло и почему не надо писать, что вот бедная Джасти сейчас упадёт в депрессию и умрёт. Во-первых, это аморально по отношению ко мне и по отношению к Джасти, если вы её всё-таки очеловечиваете. Во-вторых, здоровое животное от стресса и от депрессии не умирает. То есть вот это то очеловечивание, которое очень сильно вредит живности. Если у вас кошка, попугай или заяц умер от депрессии или от стресса, то у него изначально было что-то не так, что вы именно проглядели, а не потому, что он очень чувствительный. Дальше. Я написала, что Джасти в первый раз защищает зайчат и, возможно, люди неправильно поняли, совершенно неправильно поняли, что я написала. В первый раз такая ситуация, когда мы отлавливаем зайчат под выпуск, а нам мешает это делать зайчиха. Итак, почему она мешает это делать? Потому что у неё сильные материнские инстинкты и она, несмотря на довольно большой возраст зайчата, довольно крупные размеры, продолжает пытаться их защищать. Это именно хорошие, такие ядрёные, Джасти, материнские инстинкты. Это не значит, что она такая особенная. Если мы говорим о других зайчихах, они тоже защищают потомство. И если вы вспомните все мои посты, я пишу, что зайчонок не брошен, мама рядом, и мама защищает его от мелких хищников. Но зайчиха защищает своё потомство, когда оно довольно маленькое, то есть, когда оно возрастом до 20-30 дней от роду. Когда зайчонок уже полутора килограммовый чудовище, которое грызёт мамкины соски и выпивает всё молоко под ноль, его, как правило, уже никто не оберегает. Но это всего лишь второй удачный помёт русаков, который был у нас в центре. Даже мы не можем назвать это помётом, потому что там всего один зайчонок был. И у нас нет записи по поведению русаков. У меня там было 500 зайцев. Да, мы описываем поведение каждого из принятого животного, Джасти, ты что делаешь? Вот, но у нас не было случаев рождения, у нас был только с белкой, и особо там статистику собрать не удалось, потому что она необщительная. Так, что ты тут носишься? Там ничего нет, что ты там кушаешь? Вот. То есть, дальше. Давайте задержим зайчат. Зайчиху никому почему-то не жалко, хотя зайчата довольно крупные. Я бы сказала, очень крупные эти воробли берутся. То, что зайчиха бегает зад-вперёд, это не то, что она скучает. Это, опять же, люди очеловечивают поведение животного. Как правило, ненормальное поведение животного. И чаще всего это начинает служить оправданием, что вот она сейчас бегает, скучает. Нет, на самом деле, вы могли заметить, что у Джасти уже давно обсессивно-компульсивное расстройство, оно у неё с детства. Поэтому она часто бегает вдоль сетки туда-сюда, чтобы себя успокоить. К сожалению, различный досуг в вольере ей не особо помогает. Почему лез в драку Мазурик? Мазурик в драку не лез, а в Мазурик лез просто любопытничая. Дело в том, что у Джасти снова намечается вон. Вероятно, прошлый он всё-таки был неудачным. Поэтому Мазурик её всячески обхаживает. Так до детей ему, как и любым другим самцам зайца, особо дела нет. Кроме того, что они вкусные, их можно облизывать. Ну и с ним в Лёшке часто сидит пират, и можно понять, почему, например, он там с пиратом будет общаться. Что я тебе Мазурик затиранила? Вот такой носик. Ой! Ты что делаешь? Буянит. Надо отсаживать отсюда Мазурик. Ти раньше ещё та. Сейчас где-то сныкалась. Поэтому, ну, да, я понимаю, видел грустно. Я его и выложила с той точки зрения, посмотрите, что зайчихи могут реально защищать своё потомство. А не с той точки зрения, что заяц погибнет от депрессии. Заяц больше не подойдёт к Мазаю. Заяц больше не останется прежним. Или мы перестанем выпускать зайчат. Ребята, оставим мы зайцы ещё на две недели. Во-первых, погибнут новорожденные зайчата, которые должны были быть у Джасти. Во-вторых, у Джасти были бы разодраны все соски. Потому что у зайчат такого возраста уже зубки-зубки. И они не всегда аккуратны в своих действиях. И не досталось бы молоко остальным, которые сейчас сидят в вольере. То, что зайчата фырчали во время ловли под выпуск, когда их упаковывали в переноску. Да, вот она в первый раз среагировала. Возможно, катализатором стала именно переноска. Потому что, когда зайчат носили на взвешивании, она, в общем-то, игнорировала. Они орут, они фырчат, рычат, кусаются, бодаются в руках. Она посмотрит на меня. Ну, что, тащи. Ты их вроде там не добиваешь, возвращаешь, тащи. А здесь уже была страшная, подозрительная переноска. Нет. Я думаю, буду поаккуратнее в дальнейшем с такими видео. Потому что, ну, раз люди очень близко к сердцу это воспринимают, то и не нужно. Я не хочу, чтобы у кого-то на сердце было тяжело. Значит, оставим только видео с добренькими зайчиками. Потому что мне тоже не хочется слушать, что там кто-то погибнет от депрессии. Мне неприятно. Неприятно. Потому что никто от депрессии не погибает. Это просто вот как... Как каркают, простите. Это как самый ощипь, да, у попугайчиков. Он стрессует. Ну, без пары. А у него на самом деле все внутренние органы гниют. Ой, ладно. Вот туда-сюда. Туда-сюда. Это не то, что она зайчат вспоминает. У нее как бы с детства такое. И вы можете посмотреть на видео, что, в общем-то, есть такое. Есть такое на каждом видео хождение туда-сюда. Оно у рысаков не лечится. Ня.